Старенькие секреты Скайрима, часть вторая. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагира Иван. Это мой канал Мистер Кат! Поехали! Друзья, подписывайтесь на мою группу ВК. Ссылочка внизу. Ну что, ребят, это старенькие добрые секреты, за которые кто-то давным-давно знал, а кто-то не знал. Серьезно. Ну что ж, первый секретик и крутой бонус на первом уровне вы можете получить, друзья, недалеко от Виндхельма. Вот, смотрите. Здесь. Нам нужно немножечко-немножечко сюда пробежать. Здесь можете просто отказаться. Нарзол Бур. Да, нам сюда. Крутая няшка. Крутая няшка, друзья, прямо здесь. Смотрите. Что это? Черт! Это эбонитовые сапоги. Просто так лежат эбонитовые сапоги. Не знаю почему, но в легендарном издании, то есть сейчас я играю в Skyrim Special Edition, а в легендарном издании тут ничего нет и вам нужно будет, если у вас тут ничего не будет, смотрите, зайти в разрушение, взять пламя и просто сделать вот так вот. И сапоги появляются. Я не знаю, что это такое и вообще это открывает какое-то колоссальное возможности, представьте. Так вещи разные, дейдрические эбониты могут быть вообще везде. Везде, но только их нужно найти. Ну, а сейчас после сохранения и на Special Edition они постоянно здесь. Но все равно на первом уровне, так, ребята, кто-то меня видит, вы собираете эбонитовые сапоги. Вы представляете? Эбонитовый, черт подери. На первом уровне. Вообще, мне кажется, что весь эбонитовый набор есть в Skyrim на первом уровне. Просто его нужно найти. Если кто-то знает, пишите в комментариях, друзья. Ну, например, у меня было видео «Эбонитовый щит». На первом уровне можно получить, я знаю где, и это в моем плейлисте «Секреты Skyrim». Там, где много-много секретиков было. И тут у нас сапоги. Есть, наверное, еще что-то. Блин, ну, по-любому есть. По-любому. Я обожаю Skyrim, потому что здесь очень много разных мелочей. Мелочей, которые просто дополняют его и делают его круче. Может, вы не знали? Хотя, я думаю, вы давно уже знали. Но, черт, смотрите, если вы используете огонь на воде, то появляются пузырьки. Как же это атмосферно, да? Как же это круто! Черт! Господи, из-за этого. Да, из-за этого мелочи я люблю Skyrim. Продолжая тему мелочей Skyrim, сейчас тоже очень крутая фишка. Когда вы убиваете дракона. А, че-че. И происходит... Давайте отойдем. Вот, наш дракон начинает сгорать. И во время сгорания вы нажимаете кнопочку. То, черт подери, друзья. Вы на карте можете его увидеть. Да! Вы представляете? Вот, вот, эта маленькая точка. Это тот самый дракон, который сейчас сгорает. Как же это круто! То есть, карта, она в живом. В реальном времени. Вот, смотрите, еще. Видите? Немножечко. Немножечко. Поменялось. Вау! Да? Блин. Это круто. Это реально круто. Говорят, есть моды, которые вообще приближают. Очень-очень круто. И довольно необычно. Недалеко от Маркарта есть крутая пасхалка. Сейчас вам покажу ее. Тут у нас мост и... Один, два, три козла. Казалось бы, ничего такого не особенного. Но если мы зайдем под мост... Да, это старенькая пасхалка. То здесь мы видим убитого тролля. Да! Это к сказке. Три козла и тролль. Кстати, вот. Вот где-то находится. Недалеко от Маркарта. Блин, ну круто, да? Также очень крутая пасхалка, друзья. Есть в черном. В прекрасном черном пределе. Здесь локация называется на казармы. Заходим. И просто-напросто смотрим. Идем дальше, дальше, дальше. И здесь, друзья, пасхалка. Так, смотрим. Кроватки, подумаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну что, поняли? Да, друзья. Это пасхалка, белоснежки и семь гномов. А вот, кстати, как раз-то большая кровать той самой белоснежки. Как же классно. И больше тут, по-моему, ничего нет. Для этой локации еще парочка сундуков с каким-то лутом. И все. Также в черном пределе, друзья, есть очень крутой секрет. И уникальная вещь. Так, вот смотрите. Тут у нас локация. Ральб Тхар рынок. И возле него, возле него нам нужно вот сюда. Тут у нас парочка фалмеров. Чувствуете? Чувствуете, это жареный фалмер. Ладно. Ну что, друзья. И как раз эта хибара нам и нужна, потому что здесь, здесь уникальная броня. Фалмерская броня. Да, фалмерская легкая броня. Она существует всего в двух экземплярах во всей игре. Тут у нас броня. А есть еще место, где, кстати, есть у меня отдельное видео. Можете взять очень крутую и уникальную броню на первом уровне. Отдельное видео. Ссылочка вот сразу под этим видео. Посмотрите, вы не пожалеете. Ну и эта броня, друзья. Смотрите. Эта броня уникальная. Вот. Фалмерская броня. Существует всего два образца данной брони. Вы ее создать не сможете. И я не знаю, почему разработчики ее не добавили. Может быть, у нее что-то есть. Такое прям... Вау, я, кстати, не проверял. Вдруг она зачаровывается на какой-то элемент сильнее на 25%, как и сталгримовая. Ну, представьте. Представьте. Такое возможно. Потому что много-много всего прячется в этой игре. И вот так вот уникально она, кстати, и смотрится. И необычно. Господи. Колючая-колючая. Жесткая-жесткая. И, знаете, с легким-легким таким оттенком напоминает... Ваня как сын поживает. Отлично. Вот. Напоминает дейдрическую. Но с легким-легким оттенком. Но, друзья, поверьте. Посмотрите это видео, и вы реально удивитесь. Ребят, в локации Каравовый Трон, если вы используете чит ТЦЛ, то вы можете пробраться вот так вот наверх. Вот видите? Эта башня. И здесь очень крутую вещь можно увидеть. Тут можно увидеть башню белого золота. Да, ту самую башню. Блин, это тоже, знаете, вроде бы мелочь. И так же круто. Я не знаю, может быть, есть какое-то место, где ее так видно. Не обязательно сюда забираться. Но, блин, разработчики не просто так же ее добавили. Очень крутой секретик. Старенький, но очень крутой. Если у вас есть компаньон, друзья, то вы просто-напросто смотрите. Хочу меняться с тобой вещами. Если ты так хочешь. Нам нужно дать ему хотя бы одну отмычку, друзья. Хотя бы одну. И теперь мне кое-что тебе нужно. Ладно, что? Что? Вы наводите на любой сундук, даже если это будет мастер. Нажимаете Е, использовать. Наш компаньон такой вот подходит. И все? И все. И открывает его без каких-то либо проблем. С одной стороны круто, да? А с другой стороны черт. Это что у меня взлом не качается, да? Необычный секрет. Секрет, да, многие за него знают. Но, друзья, смотрите, мы сейчас в солитюде. И здесь... Ничего вроде, да? Но, смотрите, раз, и у нас тут тайничок. Эльфийские стрелы и маленькая баночка хила. Но это еще не все. Следующая маленькая нычка у нас, вот, видите, синий дворец. Тут такой вот балкон. И нужно вот сюда. Давай, прыгай. Здесь тоже маленькая баночка хила. Также вот, друзья, вот, прямо возле синего дворца. Нам нужно вот сюда. Давай, давай. Вот маленькая банка. Очень много мелких тайников. Вообще, друзья, у меня знаете какая версия? Мне кажется, если найти все, все такие вот тайники этих баночек в городе, то откроется какой-то главный секрет. И откроется невиданный, главное, я не знаю, сокровище какое-то. Но до сих пор никто никак не может найти все эти хилочки. Ну и, соответственно, и все хилы. И этот секрет будет закрыт навеки, вечные, друзья. Отправляйте сюда и поищите, поищите. Вдруг, вдруг именно ты найдешь этот невероятный секрет. А что это такое? Что это у меня такое? Летает тут. Летает, летает, летает. А-а-а! Это шарик. Друзья, у меня у Ванюши было просто день рождения. Один годик. Один годик, вы представляете? Я, кстати, писал все я в сообществе. Так что... Он что, постоянно со мной был? Ну ладно. Ладенько, друзья. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. И, если что-то еще интересно знаете или помните, присылайте в комментарии. Спасибо вам, счастья вам и пока.